Так, ну пошел я там, посмотрел то здание, уже снимал его, возвращаюсь обратно, тут улица вот такая, просто какая-то, не знаю, прелесть, тихо так, спокойно, ну вот тут вот люди живут рядышком, не сказать, что богатые районы, спокойные, маленькие, простые домики, сайдинговые, деревянные. Вон то здание я его снимал, Томас Франсис там садник, а вот то какая-то греческая на самом верху, это, да, это греческая какая-то там, женщина какая-то с факелом, короче, какое-то правосудие, скорее всего. Так вот. Ну а тут забор вот мне что-то напоминает. Там даже дворик такой прикольный, там это, полотенце сушат вот так вот, на веревке, ну чужие дворы не люблю снимать, чтобы, мало ли что люди подумают. Ну что-то мне напоминает, да? Родину нашу напоминает, конечно же, да. Так. Так, вот такие спокойные, тихие улицы. Машины не ездят почти, люди паркуются на улицах, а этот Ford я снимал, но у меня кадр не удался, я сейчас его опять сниму. Скажут, в окно люди посмотрят, скажут, что он его и по 10 раз снимает. Да. Состояние у него нормальное было, просто подчистить, подкрасить этот Ford, это Pinta или Pinta, не знаю как правильно его прочитать, скорее всего Pinta. Pinta или Runa Boat или Rana Boat это, не, колесо спущено. Такие чехлы, как в немецких машинах, вот были. Цветок приборов такой, простой такой, простой, ну отсвечивать не видно. А зеркальце такое маленькое, ну надо же, что такие зеркалища. Люди справлялись, и вот одно на лобобом. А передок мне все-таки что-то напоминает. Чи наш Запорожец, чи Волга наша, да. Ну есть что-то есть. Фары, наверное, будут точно Волковские, Запорожевские. И грилка, решетка похож. Вот такой фордец. В принципе, вот так и чисто купить, отреставрировать и чисто как антик держать. Наверное, в 70-х, 60-х годов машина. Я думаю, надо будет проверить, какого года она выпуска была. Ну вот, пошел я обратно на Тракстаб. Вот у многих вот эти деревья растут, тут раечки. Я даже там одно попробовал. Да, это раечки, ага. Кисло-сладенькие такие. Они здесь как декоративные, как украшения. Но я не знаю, люди делают с них варенье или нет, но варенье с них очень вкусное. Это, наверное, реалторская контора, я думаю. Скорее всего. О, Сорока. Сорока Ворона прискочила, да? 13.01. А, Ворона. Сорока или это кто? Ну да, похоже на сороку. Ага. Красивая такая, большая. Так, ну все, надо возвращаться. Тут далеко сильно ушел. Так, пойду я, наверное, как и шел по встречной теперь. Потому что там был кофешап. Очень обалденный местный. Лучше всяких старбаксов. И там такое кофе хорошее делают, что просто... Старбакс отдыхает, так назову. Что-то движение такое еще, я не знаю. Но надо перейти дорогу мне. Так, пойду я пройду дальше. На перекрестке переходить тут хуже нет. Вот. Да, вот это реалка. Это Иншилин стоит фарм. Страховое агентство. Фарм тоже самое. Страховое агентство. Ну, такие они маленькие здесь. Местные, так можно сказать. Классно гулять по городу, когда свежо, хорошо. Жары нету. Просто прелесть. Я сейчас туда перейду на ту сторону. И на той стороне есть кофешап. Возьму себе, наверное, кофейка посижу, кофе попью. Так, ребята, как мне перейти? На светофоре, наверное, да? Город маленький, а движение идет. Ну, не сказать, что прям сильное, но достаточно таки нормальное. Вот еще один антикварный автомобиль. Опять он мне чего-то напоминает. Это уже москвича нашего фургона. Это Вольво, оказывается. Вольвочка. Ах ты ж, смотри какая, а! И значок, как на нашем этом Жигуле, похоже, да? Что-то наподобие был Жигуля. Тоже хорошее состояние ее реставрировать. Как будто она ржавеет уже. Сидения хорошие на ней. И задние тоже. И, видать, родные. 120 миль в час. Это Мерперма, ну... Нет, это не километров в час. 120 миль в час. У нее скорость на этой машине. Ух ты! Даже так. Вот у нее сзади. Так она смотрится. Мафлерша, по-моему, специально. Но она еще ездит, я думаю. Конечно ездит. Вот такая Вольво. Тоже, наверное, 60-70-х годов машина. Там фордец стоит. Ну, то уже 80-90-х. Она такая красивая. Она такая красивая.